Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим с вами на бренд, который позиционировал себя в начале как подделка Найка и перерос гораздо больше и стал одним из самых крутых спортивных компаний брендов Китая. Называется он Анта, Анта Спорт. Давайте зайдем посмотрим, как это выглядит изнутри. Начнем с того, что когда заходишь сюда, здесь постоянно стучат вот такими ладошками. Это в китайских понятиях означает привлечение внимания. Ну, короче, чисто по-китайски. Так, заходим и попадаем в мир спорта. Честно вам скажу, что мне эта фирма очень нравится и я в последнее время абсолютно полностью перешел на нее. Качество действительно классное и цена просто супер. Девушка сразу к вам подбегает и говорит, что хочет помочь вам. Так, у нас здесь есть кроссовки, беговые, баскетбольные. Средний ценовой диапазон в районе 399 юаней. Это примерно 50 баксов. И дешевле. Найди 10 отличий от Найка, так как большинство моделей просто с него слизано, переделано. Лейба. Ну и все, в принципе. На этом и заканчиваются шорты. Материал такой, знаете, дышащий и не дешевый. Мне непонятно, что это какой-то китайский бренд. Они используют дорогих звезд китайских и иностранных в своей рекламе. Используют качественные материалы, поэтому в целом они молодцы. Вначале все смеялись над создателем этого бренда. Думали, что недолго вы протянете. Но в конце концов шутки остались шутками. Эта компания вышла на новый уровень. Женские товары. Коллекции обновляются примерно раз в два месяца, что тоже не может не радовать. Кроссовки очень похожи, вот смотрите, на Adidas Air Boost. Качество, качество хорошее здесь, ребят. Так что, если вы будете в Китае или вообще слышите о фирме Aranta, то знайте, что стоит. В общем, померил на себе футболку Elka Aranta. Это, наверное, как у нас XXS. Вообще непонятно, налезло на меня еле-еле. Все-то вообще чудное. В общем, ребят, ну, хоть бренд и популярностью пользуются, но все-таки стандартные китайские. Поэтому, к сожалению, размеры тут совсем. Например, если на меня, то надо выбирать 3XL. Хотя у меня рост метр девяносто и вес девяносто шесть. То есть, ну, непонятно как бы. Ладно, ребят, все, всем до встречи, пока!